Из кабинета Камаледенова и сказали, мы видим, собирается народ на площади, было бы хорошо вам выступить перед молодежью. Он отказался. Тогда я взял трубку, тут же набрал номер его, попросил товарища Кунаева подъехать. Сначала попросил выступить, потом попросил подъехать на бюро ЦК. Выступить он отказался, на бюро ЦК подъехал. Значит, он сидел вот так вот рядом с перпендикулярным столом, напротив товарища Назарбаева Камаледенова, суть вместе со всеми членами бюро. И когда он зашел в кабинет, первое, что он произнес, что он сказал, это ваши Назарбаева и Камаледенова проделки. Это вы заварили все. Отказался он выступить перед членами бюро, и мы тогда условились, что выступят с трибуны все члены бюро казахской национальности, что и было сделано. Я собрался сразу и поехал в ЦК с намерением выступить перед молодежью. Пришел, зашел в кабинет Колбина, там некоторые члены бюро ЦК были, решали вопрос, как делать, какие меры принять, что надо объяснить молодежью. И никаких указаний, советов, предложений о моем выступлении речь не шла. После этого был объявлен небольшой перерыв, переговоры пошли с Москвой. Мы, чтобы не мешать переговорам Колбина с Москвой, а там у нее кабинет назывался Мирошкин, мы вышли из кабинета, и через 10-15 минут нас обратно собрали. Колбин обращается мне и сказал, мы сами примем надлежащие меры, отдыхайте, Димаш Ахмедович. Это был на второй день событий. Это было 8 декабря? Да. Позвонил ему и сказал, что он будет нести полную ответственность, если не определит мер, не примет мер, значит, по наведению порядка и все поставит на место. Димаш Ахмедович, откуда вам это известно? Мне Михаил Сергеевич об этом говорил. Он мне звонил сначала, просил Михаил Сергеевич Бачев, звонил и говорит, я хочу переговорить. Я сказал, что, наверное, не надо. А потом второй раз он мне позвонил, я все-таки позвонил и переговорил. После этого разговора, через 2 часа, демонстрация мирно разошлась. И это очередная неправильная информация. Горбачев мне позвонил около часа дня 17 декабря, когда я уже возвратился в ЦК. Он мне спросил, чем объяснить такой выход молодежи. Я говорю, вас сейчас ЦК собрали, СПРО ЦК засидать, они вам скажут. В этих делах я никакой участия не принимал. Он сказал, хорошо, мы разберемся. И трубку положил. Сказал, мы мере примем, наведем порядок. Я считаю, что очень плохо. И что делает намек на какое-то организованное начало. Это одновременно проведение в ряде городов каких-то явлений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин